Всем привет, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Как девочки, так и мальчики, а то мальчики обижаются. Извиняйте. Итак, сегодняшнее видео будет у меня о покупочках с разных магазинов, и с Яндекса, и с Вайлдберрис для собак. Ну и плюс история о том, как у нас появилась мотика. Заранее извиняюсь, я больная вся. По голосу, наверное, слышно. Вот. И давайте начнем прежде всего с одежды, чтобы мы тогда сейчас померили, мотику отпустили. И дальше я вам покажу то, что мы еще прикупили. Итак, первое. Это вот взяли мы такую толстовочку для мотики. Но мы ее взяли как для мотики, так и для анфиски. Потому что мотика у нас худенькая, она на нее налазит. А анфиска, наоборот, по объему полненькая, по длине ей подходит. Так, не знаю, мерить, не мерить. Давайте ее мы мерить не будем. Будем мерить что-то другое, которое более такое интересное. Тут и так понятно, что это кофта. В общем, я ее взяла из расцветки, бирюзовой с розовым. И по цене она была, по-моему, что-то в районе 450 рублей. Это вот первое, что мы взяли. Также для мотики взяли вот такой свитерок с зайками. Стоил он 600 рублей. Вот такой вот вязаный, прикольный. Вот так вот он выглядит. С длинными рукавами. Вот. Будем носить мы его вообще весной и осенью. Но пока мы в шерсти, мы, наверное, его носить не будем. Вот. В общем, он мне понравился. Я его купила. Ни капельки не жалею. Он мне понравился. Качество отличное. И расцветка такая приятная, нежная. В общем, вот такой вот свитерок мы также мотики взяли. Вот эти вот две вещи были с Вайлберрис. Так. Следующий тоже с Вайлберрис. Взяли вот такой вот свитерок. Розовенький. Он не особо тянется. Вот. Но по длине спинки он как раз мотике соответствует. Он удлиненный. Взяли мы его из-за цвета. Вот она у нас, мадам, улеглась. Ну и, естественно, из-за рисуночка вот этого на спинке мне понравилось. Наверное, этот свитерок мы примерим. Мотенька, давай. Кукушечки сделаем. Давай. Ой. Мотика не очень любит примерять одежду. Потому что, скажи, потом я вся такая уже не пушистая, а скатанная. Потом я ее опять начинаю причесывать, чтобы не было колтунов. Вот. Вот так вот мотика выглядит. По спинке нам проходит, по объемчику нам проходит. Вот. В общем, он не особо плотный такой, знаете, не на особо холодную погоду. Просто, когда ветрено, да, за счет того, что она у меня будет голенькая, чтобы она не замерзала. Потому что, когда она без шерстки, она очень-очень подмерзает. В общем, вот такой вот свитерок мы для мотики купили. Оп. Так. Светерок мы этот взяли, по-моему, за 519 рублей. Так. Следующее, что также взяли для мотики, это от фирмы Лемарджи. Вот такой вот розовый комбезик. Не нравится мне тем, что вот тут вот, поскольку брали для девочки, да, пузико открытое. Ну, единственный плюс, что он не особо такой теплый. Он вот на такой вот подкладке. Вот. И носить мы его будем, естественно, не в самое холодное время, когда ветрено, когда... Ну, температура, наверное, там плюс 5 или сколько. Возможно, сверху какую-нибудь курточку оденем. Вот. Лапки передние и задние на манжете. Пузико тоже так же на манжете. И на спинке, по всей спинке идет молния. Мне, кстати, вот такие вот комбинезоны, дождевики, да, очень нравятся, когда молния сзади. Так. Вот сколько он стоил, я не помню. Ой, 1500 что ли. Так. Следующее, что мы также взяли для матюхи, это вот такой вот ярко-желтый комбинезон. Взяла я его за счет того, что он очень-очень теплый. Он, как это правильно называется, на футере, по-моему, футер. Вот. Нигде нет никакой молнии. Вот тут вот у нас идет на резинке пузико, лапки, хвостик. И стоил он прям буквально что-то рублей, по-моему, не то 600, не то 620. Вот. Я его с удовольствием взяла. Там были разные расцветки. Решила взять желтый. Сейчас, кстати, мы его примерим. Матюш, Матюша, давай. Я знаю, что ты не любишь. Но надо, мой хороший. Давай. Опа. Вот. Матька так же, когда на улицу собирается. Единственное, что, когда она любит одеваться, это когда лето, когда одеваешь футболку или платье. Вот это она, ну, как бы, наверное, особо дискомфортно не доставляет. Все это легко. Ну, в плане одежды. Вот. И она, как бы, с удовольствием одевается. А вот с этой одеждой, я не могу сказать, что она прям категорически против. Нет. Она в комбезе, как гуляет, все нормально. Ну, вот. Она понимает, что ее сейчас оденут. Скажи, а лучше, когда я без одежды. Мне, скажи, это больше нравится. В общем, опа. Ой, мы извиняемся. Этому косточку внизу делим. Вот такой вот у нас комбез. Желтенький. У нее, он сидит на ней свободно. Ей удобно. Вот. По размеру он нам подошел. Это у нас размер М. Это у нас МЛ. Все остальное тоже взяли М. Жарко, да? Вот сейчас буду вытаскивать тебя из одежды. В общем, вот такой вот комбинезон. Капюшон. Оп. Достаточно объемный. Голова залазит. Не маленький. Оп-па-па. Ну и на спинке он выглядит вот так. Девчонки, буду раздевать. А то ей жарко. Она уже рот открыла. Так, давай сюда. Еще у нас там с тобой последние вещи. Мы с тобой больше мериться не будем. Давай, раз, два. Взяли? Пум. Вот. Вот. Так, садись. Садись, садись еще рано. Следующий комбез тоже от Лемарджи. Тут уже взяла его за счет того, что закрытая пуза. Он точно так же на футере. Очень-очень теплый. Вот. Но я его мерить не буду. Они аналогичные. Абсолютно без каких-либо рисунков. Абсолютно такой, знаете, лаконичный. Все у него от пузика, от горлышка до конца пузика. Да? На кнопочках. Вот он у нас налазит как Эви, так и Моти. И вот под этот костюм. Также от этой фирмы мы взяли куртку. Они как бы не из одного комплекта. Просто я так подбирала. Чтобы, Матюш, мерить тоже не будем. Матюш. Вот. Вот так вот одевать будем комбез. И сверху будем одевать куртку. Но это когда совсем уже будет прохладно. Конечно, бантики с самим костюмом не совсем совпадают. Но все равно по цветовой гамме они похожи. Поэтому взяла. Так. Вот этот стоил у нас 1720. Куртка стоила 2100. Она вот тут вот на таком вот, как плюшевом подкладе. Полностью на кнопочках. Без капюшона. Ничего в ней такого особенного нет. Просто такая классическая эстетика, скажем так. Ну и последняя из одежды, что я купила. Это было на Яндекс.Маркете. Это какая-то старая коллекция. Очень старая. Взяла я вот такую вот шубку. Вот так вот она выглядит. Сейчас мыть ее погрызет. Мыть ее любит плюшевые игрушки. А шуба плюшевая. Она ее принимает, наверное, за игрушку. И внутри она на шелковом подкладе. Вот за счет этого я ее взяла, чтобы у моськи шерсть не спутывалась. Взяли мы размер 14. Иди примерим. Давай. Иди быстренько. Раз, два. Взяли? Ну давай. Играть потом будешь. Лапку вставляй. Вставляй лапку. Опа. Так. Что-то она грязная какая-то. Даже. В общем, по длине она ей подходит. Вот. Вот так вот выглядит. Голубой. Смотрится на ней неплохо. Немножко вот она грязная. Не знаю почему. Ладно, попробую отстирать. Вот. Но такие вещи, конечно, часто стирать не будешь. Потому что они, сами понимаете, это мех искусственный. Быстро превратится в чебурашку. Вот. Но иногда так одеть, в принципе, можно. Взяла только из-за шелкового подклада. Потому что, не знаю, сейчас производители почему-то, ну, не делают одежду с шелковым подкладом. Для юрков, для мальтийских баллонок. Не знаю почему. Очень редко, когда я попадаю на вещи с шелковым подкладом, чтобы шерстка не путалась. Так. И стоила такая вот курточка, шубка, 1300 рублей. Так. Ну, мать-ка нам больше не понадобится. Сейчас я вам покажу товар, который я еще купила. И уже расскажу вам историю появления Матюши у нас дома. Так. Для Матюши я купила еще вот такую вот расческу с длинными зубцами. Потому что у нас такие расчески быстро приходят в некодность. Ну, как быстро? Не могу сказать, что прям вот один раз причесала и все. Ну, нет. Они начинают гнуться, коявиться и все такое. Конечно, я им причесываю до сих пор. Но на всякий случай приобрела еще одну. Стоила она 150 рублей. Также купила два вот таких вот прибора. Заявлено, что они очень хорошо... Извиняюсь. Очень хорошо собирают шерсть с ковров, с одежды человеческой. В общем, взяла на пробу. Взяла два. Этот с металлическим наконечником. Этот с пластиковым. Сейчас скрою, покажу. Щетка-скребок она называется. И та, и та. Так. А тут у нас вот такие вот пластиковые штучки. Ну, не знаю, какая лучше мне понравится. Не понравится, значит, выбросим. Они не так дорого стоили. 149 и, по-моему, 130. Что-то вот так. В общем, взяла на пробу два таких... Две такие щетки-скребка. Так. Также купила обложку для паспорта. Своим малышам. Сейчас покажу. Я все паспорта. В общем, все такие документы, которые нам нужны для... Ну, когда ветеринарку ходим, хороню вот в такой вот сумочке. Вот у нас тут четыре паспорта. Они у нас в обложке. Ну, естественно, у нас еще нужно было два. Вот докупила вот такой вот с... Наверное, это корги. Насторожит твоего сердечка. И нашла вот такую вот кожаную обложку. Это у нас прям вылитая аркашка. Поэтому я взяла. Вот если видно, то она прям вот кожаная. Так. Ну, и у нас тут вот аркашка заявлен. В общем, все. Я купила то, что нужно. Вот это стоило 220 рублей. Это стоило 650. В общем, теперь я только все. Паспорт. Это у нас для Товкиного паспорта. Вставлю и все. У нас будет полностью комплект. Так. Еще что я купила. Это были вот такие вот пищалки. Начала своим собакам шить сама игрушки. Если, девчонки, вам интересно, то, возможно, какой-то такой вот диайвай я могла бы тоже снять. Так. Вот такие вот здесь наборы. Оп. 10 штук. Раньше я такие пищалки покупала в четырех лапах. Они там были розовенькие. Вот. Забыла. Фирма. От Гигви. Вот. Вот так вот они пищат. Ну, а эти 10 штук оказались по цене намного дешевле, чем те. Там в наборе 3 штуки. Стоят они сейчас 200 рублей. Здесь 10 штук и 219. Тоже взяла. Как бы они мне пригодятся. В последнем видео у меня девушка, знаете, написала комментарий, я там рассказала, что хотела снять видео про мочку, но не получилось, потому что давала от глистов таблетки. И вот мочка у меня там бедная вся обрыгалась. Она спросила, что же за таблетки вы давали. Девчонки, давала вот такие вот Дихинел плюс. Ну и мальчишки тоже, извиняйте. Покупала их в четырех лапах. Таблетки, в общем-то, неплохие. Потому что давала сразу четырем собакам. У трех собак все прошло нормально. Вот только у мочки случилась такая странная реакция. Не знаю почему. Ну, я посмотрела по срокам годности. Они у нас нормальные. У меня было две таких упаковочки. Как видите, до седьмого, ну, до июля двадцать пятого года. Вот у меня еще целая упаковка осталась. Ну, мочки, естественно, наверное, я давать ее уже больше не буду. Дам другие. Вот. Не знаю, с чем это было связано у нас. Вот такая вот реакция. Но у других собак все было нормально. Не знаю, девчонки и мальчишки, если кто-то давал своим собакам, поделитесь своим мнением, как у вас прошло все это. Какова была реакция ваших собачек. В общем, вот такие вот таблеточки я в прошлый раз давала. Ну и давайте я с вами поделюсь историей появления мочки в нашем доме. Так, мочки у нас седьмого января было ровно два года. Вот. Два года назад я тяжело болела. Очень тяжело. Вот. Два месяца я была на больничном. И, в общем, делать было нечего. Да, дело было вечером, делать было нечего. И я листала авито. Вот. И чисто случайно я попала на питомник. Ну, той заводчицу, которой я покупала свою собаку и Ваську. Вот. И я увидела, что теперь раньше у нее были только чухуашки. Никаких других собак больше не было. И вот, когда я зашла на авито в тот раз, когда я болела, я увидела, что у нее уже были и шицу, и вот мальтийские баллонки. Какие-то еще. А, шпицы были. Вот. У нее большой питомник. Всех своих собак я покупала у нее. Но тех, которых покупала, тех, которых не покупала, это мои щенки. Вот. Нельзя. Нельзя. Вот. И, в общем-то, я у нее увидела. На тот момент у меня, конечно, я сидела на больничном. Тогда поменялись условия оплаты больничного листа. Раньше мы просто подавали и нам перечисляли. А когда-то, в том году, в тот год, когда я болела, все поменялось. И, в общем, денег вообще не было. И она мне очень понравилась. Там было три мальчика. И вот она, одна девочка. Я написала нашей заводчице Ирине, что здравствуйте. Так и так. Вот. Ну, я, конечно, не писала, что у меня нет денег. Я написала, ну, задала вопросы, которые мне были интересны про мотьку. Вот. Спросила, когда она там родилась, все такое. Вот. И она мне начала снимать видео. В общем, я уже по видео поняла, что моть такая дама характерная. Она даже на видео делала только то, что хотелось ей. То есть, если Ирина ее звала, там, подойди или еще что-то. Нет. Моть была занята своими делами. Она либо играла, либо гоняла своих братьев. Вот. Она не подходила. Она была такая, знаете, дама особенная. Вот. Ну, естественно, я ее забронировала. Перевела ту сумму, которую мне сказали. Естественно, это была не полностью вся сумма. Это была только предоплата. Вот. И забирала я ее через месяц, когда уже и из больничного вышла. Плюс я какие-то там деньги получила. Вот. В общем, я ее забирала. Естественно, когда я привезла ее сюда, у меня было сколько на тот момент? Три собаки. Филя, Миша и Эва. И я очень боялась, что она новенькая. Они друг с другом уже жили. Друг друга знают. У них все замечательно. И как, в общем-то, они примут ее. Я очень боялась, что они ее... Мишка у меня вообще такой характерный. Фильке было... Ну, по характеру ему было все равно. Если к нему не лезут, он никому не подходит. И Васька, я знала, что она у нас девочка добрая. Она с удовольствием подойдет, понюхается, поиграется. Вот. Ну, боялась, что вот Мишка особенно, что он ее там покусает, погрызет или еще что-то. Вот. Но, когда эта дама пришла к нам, она выбрала сразу себе самую лучшую лежанку, самую большую. Она прошлась по всем лежанкам. Всем, кто подходил ее нюхать, она по морде настучала своими мелкими лапами. Она залезла в лукошку, где у нас у нас стоит большая такая корзинка с игрушками. Залезла в эту лукошку, прям внутрь. Начала выкидывать оттуда игрушки. Нашла себе те, которые ей были интересны. И начала играть. В общем, это у нас товарищ Козерог, 7 января она рожденная. Вот. Она здесь построила всех. Она считает себя командиром. Ну, естественно, она так считает. Некоторые с ней не соглашаются. Такие, как Эвка. Она хоть у нас дама тихая, но в свое пространство она не дает ей вторгаться. Они прекрасно ладят, все играют. Никто никого там не обижает. Все с этим у нас как бы сложилось, слава богу, хорошо. Но она все равно показывает свой характер. Она у нас такая дама особенная. Как бы я ни старалась, да, вот все мои собаки, они меня понимают и слышат с первого раза. Моти нет. Если Моти решила, что это она делать не хочет, она это делать не будет. Вот. Если она решила, что она это есть не хочет, значит она это есть не будет. Если она решила, что она будет спать, например, все идут гулять, а Моти идет спать. Значит, Моти надо на улицу выносить на руках. В общем, она вот такая вот у нас очень характерная дама. Она очень ласковая. Она очень ревнивая девочка. Хоть она и появилась, но почти последняя, да. Она считает, что вот если кого-то в этот момент погладили, все, она бежит уже из другой комнаты, и она залазит к тебе на руки. То есть, если ты в этот момент держишь ее на руках, а повернулась кого-то там, ну, поцеловать или погладить, она может тебе по лицу дать лапой, чтобы ты повернулась на нее, обратила внимание. В общем, вот такая вот она у нас дамочка. Очень-очень характерная. Иногда даже очень хулиганистая. Мы, вернее, я с ней, мы друг другу очень долго привыкали. Потому что я не могла, как бы, смириться с некоторыми ее поступками. Потому что, когда она еще была щенком, я, конечно, ругалась, но старалась, ну, как бы, наказывала. Но никак, да, вот говорят, там, бьют или еще что-то. Нет. По-первых, она очень сильно ревновала. Она могла мне лично, она очень прыгучей, залазить на любой поверхности. Вот. Она могла, если ты ее сегодня не погладила, не пожалела, потому что ты пришла с работы усталая, да. Не потому что, что ты не хочешь или кого-то другого жалела. Она могла залезть и написать мне на кровать. Вот такое вот у нас было. Причем, ну, наверное, дай бог памяти, месяцев восемь я с этим боролась. Это не значит, что она мне прям каждый день залазила и писала. Нет, она могла месяц вести себя нормально, а потом залезет и написает мне. Вот. В общем, вот такая вот она у нас. Очень такая. Очень. Из всех собак она у нас очень характерная. С ней, не знаю. Мне было с ней сложно. И мне стоило очень большого труда, в общем-то, не сорваться и не нахлопать ей по одному месту. Я ее и ругала словами, и разговаривала, и говорила, ты же меня понимаешь. И она понимала, кстати, что она сделала не то. Она тут же убегала, садилась и смотрела. Я издалека на нее ругалась. Говорила, как она бессовестная, бесстыжая, что мне придется сейчас заниматься стиркой. Но она все равно с периодичностью, например, в месяц или через три недели она могла мне написать, да, хулиганка. Но сейчас у нас вроде таких проблем нет. Бывает она, конечно, знаете, что делает. Она может прийти, например, сделать вот такую маленькую капельку на кухне на пол. Потому что я, например, встаю, готовлю. Ну, когда я готовлю, естественно, я на них внимания не обращаю. Ну, только в том плане, чтобы их не раздавить, когда они под ногами крутятся. И она считает, что в этот момент ее либо должны пожалеть, либо взять на руки. Я не знаю, что она в этот момент думает. И вот она мне может вот такую вот капельку писануть. Делает она это секундно. Она приподнимает одну заднюю лапку и все. И она уже это сделала. В общем, девчонки, не знаю. Может быть, это за счет того, что это абсолютно другая порода. Что чихуашки более такие добрые. Ну, или не характерные, не вредные. А вот эта вот дама у нас очень-очень вредненькая. Хулиганистая. Такая хулиганистая. Она очень-очень ласковая. То есть, вот для такой, наверное, собаки она должна быть в семье одна. Вот. Ну, или их двое. Хотя она тоже была в питомнике, где их было много. Она играла не только с своими мальтийскими, да, этими баллонками, братиками. И с другими щенками. Но вот такая вот она оказалась очень ревнивая дамочка. Да, Матюш? Чмоки? Чмоки? Вот. Такая вот она, она снежная, ласковая. К лету мы, наверное, будем уже стричься. Пока не буду, наверное, в апреле, когда будет потеплее. Сейчас у нас прохладно. Боюсь, что она замерзнет. В общем, девчонки и мальчишки, вот такой вот информацией, наверное, хотела с вами поделиться. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Буду отвечать уже, наверное, в следующем видео. Вот. И на этом я, наверное, с вами попрощаюсь. Пожелаю вам всего самого наилучшего. Самое главное – здоровье. Здоровье вам, вашим близким, вашим питомцам. Вот. И на этой нотке мы с вами попрощаемся. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч. И всем пока-пока.